Букважаемые председатели, букважаемые коллеги, во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение на все время такой улучшающийся и увеличивающий представительство Конгресс. И спасибо за то, что мы имеем возможность какое-то представительство здесь иметь. И наше сообщение посвящено, как уже было сказано, будет малоинвазивной хирургии опухоли поджелудочной железы. У меня картинка есть, там ее нет пока. Да, спасибо. Короткая историческая справка. Первая лабороскопия при заболевании поджелудочной железы была в 2011 году выполнена, опубликована. И Джон Хопкинс клиники, вы видите, было заключение, что структуры расположены так глубоко, как поджелудочная железа не могут быть осмотрены. Но потом все-таки время шло, и появились возможности осматривать эти структуры, затем делать какие-то операции. И в том многообразии операций, которые делаются на поджелудочной железе, мы, наверное, поскольку онкологический Конгресс, есть смысл рассматривать. В основном это вистальная резекция, то есть поражение тела хвоста, и операция выпала. То, что касается лабороскопической дистальной резекции поджелудочной железы, первая операция была выполнена и опубликована в 1994 году С.Р. Макфредом Кушейри. И, в принципе, с тех пор достаточно активно развивалась эта хирургия, и можно много работ показывать, которые показывают целесообразность и преимущество лабороскопического доступа при дистальных поражениях поджелудочной железы. Но я бы хотел, наверное, как заключение всем этим исследованием несколько работ процитировать. Просто это вот то исследование, которое на сегодняшний день подтверждает, проспективное исследование, то, которое подтверждает преимущество лабороскопического доступа. Это леопард. Было проведено группой по изучению заболеваний поджелудочной железы из Амстердама. Видите, здесь первичные и вторичные точки исследований. Видно, что частота ранней послеоперационной результата и качество жизни после лабороскопического доступа лучше. То, что касается онкологических результатов, здесь вот приведены два больших метаанализа системных обзора, которые показывают тоже, что нет разницы в отдаленных результатах при применении лабороскопического и открытого доступа. И вот то исследование, которое было проведено как первый этап диплома-трайла, так называемое, это многоцентровое исследование, где сравнивались результаты дистальных резекций поджелудочной железы во многих центрах Европы. И надо сказать, что и мы там участвовали, и, наверное, существенную такую лепту внесли своим материалом. Тоже оно показывает все преимущества в раннем послеоперационном периоде лабороскопического доступа и отсутствия разницы в медиане выживаемости. Ну и то, что касается возможностей на сегодняшний день лабороскопических технологий, здесь просто показано три иллюстрации. В принципе, сегодня с помощью лабороскопии возможно выполнение любых вмешательств на поджелудочной железе. Здесь показаны, вы видите, дистальные резекции с резекцией воротной вены, модифицированная операция ЭПЛБИ, так называемая задняя РАМС, операция с резекцией левого изгиба ободочной кишки. То есть самые большие объемы даже при больших размерах опухоли. Вот сейчас в третьем фильме там размер опухоли, сейчас точно не помню, там уже 10, может быть, даже больше сантиметров был. В принципе, лабороскопический доступ позволяет адекватно выполнять все эти этапы операции. Здесь видно, вот как раз сейчас идет клипирование после предварительной оценки возможности кровоснабжения через гастродональную артерию, кровоснабжение печени, клипирование общепеченочной артерии. Вот выделен чередный ствол. Лимфодисекция, соответствующая при лимфодоноктомии, проведена на левом фильме в левой части экрана. Выделяется воротная вена для резекции с последующей реконструкцией. Ну и внизу вот тоже то, о чем говорят, вот верхний полис почки, надпочечник, все те структуры, которые должны быть визуализированы при данном типе операции. То есть при дистальных резекциях, еще раз говорю, в зависимости от опыта клиники и хирургов, в сегодняшний день лабороскопический доступ позволяет выполнять все виды вмешательства с доказанным лучшим ранним, послеоперационным результатами в раннем послеоперационном периоде и точно совершенно не ухудшающимися отдаленными результатами. Мне хотелось бы в заключение этого раздела привести высказывание, которое было еще в 2013 году в статье Харатсу Азбуном, это один из известных хирургов-панкреатологов, оно было проведено, в клинике моего работает резекция поджелудочной железы, при резектабельных опухолях тела и хвоста поджелудочные железы должны выполняться лабороскопически всегда, когда нет явной причины этого не делать. Вот эти явные причины, они, конечно, зависят от оснащенности, от квалификации бригады, и, конечно, мы то, что дистальных резекций говорим, что не нужно так вот, если нет должного, должных навыков, это тиражировать, но стремиться к этому точно совершенно нужно. Немножко другая, наверное, ситуация при лабороскопической панкреатодуодональной резекции. Первая операция была выполнена, тоже многие знают, Майкла Мганьер в 93-м году, значит, в 94-м году опубликован, и вы видите, там почти 20 лет ничего на эту тему в литературе практически не было. И такой рост публикации по малоинвазивным технологиям, он отмечается где-то в 10-х годах, 10-го года нашего века, и вы видите, что он достаточно серьезную тенденцию к росту имеет. И вот на сегодняшний день понятно, что уже можно сравнивать результаты. Но вот мне бы хотелось, прежде чем показывать те работы, которые говорят о результатах лабороскопических операций, просто коротко коснуться то, что мы имеем на сегодняшний день, как тоже, наверное, можно взять в кавычки стандарты открытых вмешательств у нас. Смотрите, есть литературные данные, которые летальность показывают очень разную, от 1 до, видите, почти 9%, при этом сравнивается 30-дневные, 90-100-дневные летальность, так вот некоторые разнобои в стандартах этих существуют. И то, что касается панкреатических фистул, как наиболее грозного осложнения панкреатодональной резекции, видите тоже те данные, которые в литературе приводятся, это клинически значимые фистулы, от 5 до почти 20%. То есть при открытых операциях вот эти стандарты, они достаточно разные и зависят тоже, наверное, от многих факторов, которые надо учитывать, когда мы сравниваем результаты лабороскопических и открытых операций. Ну, то, что касается лабороскопических операций, видите, это вот данные хирургического регистра Соединенных Штатов с 2010-2015 год, публикованные в прошлом году. Видите, что рост доли лабороскопических операций достаточно велик, почти четверть операций в Соединенных Штатах выполняется лабороскопические операции, я имею в виду. Количество клиник, которые выполняют эти операции, ну, почти три четверти клиник в той или иной объеме выполняют эти вмешательства. Здесь надо отметить, что вообще в принципе панкреатодональная резекция выполняется, видите, 85%, это вот данные того же регистра, выполняют в малопотоковых центрах, так называемых вовремя холспиталов, и, соответственно, это проецируется все на лабороскопический доступ, тоже почти 80% операций выполняются в низкопотоковых центрах. В этой связи мне бы хотелось сослаться, у нас недавно прошло заседание панкреатического клуба российского, где мы приглашали Джона Кэмерона, который, наверное, ну, наибольшим или одним из наибольших опытов в мире в выполнении операций выпало, обладает. И было суде, он ни о лабороскопической операции не делал, они только начали в своей клинике эти вмешательства. Вот видите, это его высказывание, которое мне бы хотелось привести, да, что хирург-панкреатолог, не владеющий лабороскопической техникой, всегда будет на шаг позади. Ну и в этом плане на сегодняшний день у нас есть достаточно много данных литературы, которые показывают определенные преимущества в раннем послеоперационном периоде у лабороскопического доступа, при отсутствии различий в серьезных послеоперационных осложнениях и летальности. Ведь единственный недостаток, который вот в одном из самых больших систематических обзоров тоже, который не так давно был опубликован, пока что это только единственный недостаток, это большее время вмешательства. То, что касается, ну вот еще одна публикация, которая показывает также некоторые преимущества в раннем послеоперационном периоде лабороскопических вмешательств, при отсутствии таких, ну, серьезных различий в осложнениях и летальности, ну, при единственном увеличении панкреатических фистул. Но здесь опять, вот любые результаты в этой видеохирургии, конечно, требуют серьезного глубокого анализа. При анализе того, что вот этих результатов было показано, что, конечно, вторая разница в отборе пациентов. Более легкая диссекция. Пациенты отбирались для лабороскопических операций те, у которых предполагалась более легкая диссекция. Соответственно, большие возможности для плохого потом заживления панкреатрионостомоза, соответственно, большая частота возможных фистул. Ну и вот очень интересная тоже работа. Вот это тот же регистр, который проанализировался. Вы видите, почти 4 тысячи минимально инвазивных панкреатодуоднальных резекций сравнены. Результаты были это Соединенные Штаты опять с открытыми операциями. Летальность получилась даже выше при открытых операциях, хотя статистически достоверной разницы не было в этом замечено. Но основные факторы, которые влияют на летальность, это не доступ, не какие-то другие, да, это вот основные, это число операций менее 10 в год в клинике и возраст пациентов, который предполагает более выраженную коморбидность. То, что касается отдаленных результатов, тоже есть ряд работ, которые показывают, вот вы видите, метанализ достаточно большое количество вмешательств сравнивает, показывает, что выжилаемость больных, перенесших лапароскопические или открытые вмешательства не различается. Мне бы хотелось тоже привести работу, которая, это не перспективное исследование, но тем не менее из одного центра вышедшая работа, которую показывает клиника Майор Рочестер, лапароскопические и открытые операции были сравнены, было показано, что есть, вот видите, в два раза больше задержка с одиантной терапией, либо и вообще ее отсутствие в группе больных, которые оперировались открыто. Но, конечно, нельзя не привести какие-то работы, которые показывают с отрицательной стороны лапароскопический доступ и те опасности, которые он в себе таит. И в первую очередь, это, конечно, недавно завершившиеся исследования той же группы, вот это дача панкреатик-канцер групп, проведенные исследования также в Амстердаме. Вот видите, были поставлены первичные и конечные точки, очень хорошо организованы, проспективные исследования из четырех центров, четыре академических центра, было определенным образом поставлено обучение хирургов лапароскопической техники, и начался отбор пациентов. И на первом этапе полученные осложнения были анализированы, группы, и было решено на каком-то этапе исследования продолжить. Но после выполнения 50 операций исследование было закончено, остановлено, потому что получили 10% уровень конверсии, 10% уровень летальности в этой группе, посчитали его чрезмерным и остановили. Но вот если посмотреть на причины конверсии и летальности, можно предположить, что, может быть, это был не очень адекватный отбор пациентов вообще для первых операций. Вы видите, тут увеличение сосудов, требующие резекции, кровотечение. Может быть, могли свидетельствовать о каком-то недостатке, может быть, технических навыков для выполнения этих операций. Ну и не совсем понятные причины летальности. Вот буквально недавно был конгресс Европейского общества гетонокридобиарных хирургов, где мы встречались с исполнителем этого исследования. Собственно, сами признаю, что это требует анализа такого много различных специалистов, имеющих большой опыт в хирургии лабороскопической поджелудочной железы, с тем, чтобы понять, в чем здесь причина. И вполне возможно, оно связано с тем же, почему было критиковалось в свое время исследование тоже нидерландское по изучению рака желудка, когда D2-лимфодисекция отвергалась, это в начале 2000-х годов. Тоже там было потом это исследование критиковалось в том, что проводилось в так называемых вот этих низкопотоковых центрах. Может быть, здесь причина точно такая же. Поэтому в причинах предстоит разбираться, но, конечно, ориентироваться в каких-то окончательных заключениях как на суперпозитивные какие-то данные, так и на, может быть, вот такие, извините за супернегативные, может, не очень хорошо звучит, но, тем не менее, это так. Наверное, нельзя. И вот, но не могу, тем не менее, пройти мимо комментариев по поводу этой исследования Маркуса Бюхлера, который, как и компология, там открытого доступа, конечно, является. Ну, я бы его интерпретировал так, что нужно большее внимание обращать на безопасность на начальной стадии кривой обучения. Но в этой связи очень интересная работа в 2017 году была опубликована. Видите, здесь такой уровень безопасности был оценен на основании анализа данных многих клиник. И для того, чтобы безопасно выполнять эту операцию, надо делать не менее 22 лапароскопических вмешательств в год. Тогда можно выйти клиникой на должный уровень безопасности. Но то, что это возможно, мы много раз показывали, я просто, может быть, коротко проиллюстрировал. Здесь разные ситуации. Вот правая верхняя часть у крана – это просто стандарт окончания операции. Вы видите, что, в принципе, все законы лимфоденоктомии, онкологические, соблюдаются. Слева – это то, что вверху, то, что можно сделать при аномалии, такой, на каких-то анатомических особенностях. Здесь вот общепечёночная артерия отходила от верхней брыжеечной. И так было непросто разобраться, хотя мы до операции это знали. В принципе, опять же, лапароскопия позволяет все эти нюансы учитывать и проводить операцию безопасно. Ну и в нижней части, это, пожалуй, самая тяжёлая ситуация. Это, может быть, одна из самых тяжёлых операций, я которую выполнял. Это на фоне такого тяжёлого хронического панкреатита. Вы видите, когда очень трудно дифференцируется ткань, когда очень трудно даётся диссекция, могут возникать вот такие вот какие-то осложнения во время операции, которые, конечно, должны быть, ну, определённые, наверное, технические навыки, которые, на самом деле, мне кажется, не так сложно отработать просто на тренажёрах. И, конечно, взаимодействие бригады должно быть. Ну вот вы видите, там просто как иллюстрация, очень такая плотная ткань поджелудочной железы. И вот даже прошивание её было крайне затруднительно. Вы видите, вот иголка даже сложно прокалывать. Хотя, естественно, для послеоперационного периода и в плане профилактики осложнений это на очень хорошей ситуации. Ну и, естественно, во время такого вида хирургии могут возникать какие-то осложнения. Я прошу прощения за английский язык, там, ну, понятно, там просто это так, что-то не успели перевести. Здесь вот те возможности, которые есть при лопароскопическом доступе, при осложнении кровотечения из вены порта, слева внизу, справа из верхней брюшечной артерии. Опять же, если есть... У нас не было ни одной конверсии, вот мы почти 300 операций на сегодняшний день таких сделали лопароскопическим доступом, не было ни одной конверсии из-за кровотечений. Всё это можно контролировать лопароскопически. Были конверсии из-за вот хронического панкреатита, тяжёлого, вот как это было в предыдущем фильме. А так, на сегодняшний день понятно, что при наличии навыков лопароскопический доступ позволяет все вопросы решать, которые во время этого вида хирургии возникают. Ну и коротко о нашем опыте на сегодняшний день. Вот вы видите, что больше 500 операций, в принципе, на поджелудочной железе сделаны. Из них около 300. Вот на сегодняшний день это панкреатодональные резекции. Это вот результаты по времени кровопотери. Средние у нас на сегодняшний день три хирурга с разной скоростью выполняют эти операции в клинике. И ситуация тоже диктует разную скорость. Но, в принципе, операции в таком простом, что ли, варианте от 3,5 часов начинаются. Ну, в среднее время, наверное, так в пределах 5 получается. От 4 до 5 часов, наверное, не больше. Результаты, они коррелируют с тем, что докладывается в литературе, вы видите, по времени и по средней кровопотере. Но это количество конверсий. Еще раз говорю, на нашем опыте, вот на 250, по 50 мы разбили, и так анализируем. И сейчас покажу и летальность, и фистулы тоже. Ну вот частота конверсии, она вот такая. Еще раз говорю, в основном она зависит от каких-то трудных условий для диссекции. И то, что касается панкреатических фистул. Вы видите, вот эта динамика их развития у нас по мере накопления опыта не так много было на первых 50, потом увеличилось. Потом был вообще какой-то период почти нулевой. Мы обрадовались, подумали, что все стандартизировано. Тут же получали, не получили, несколько случаев подряд. Поэтому, конечно, это такая, наверное, к нулю неизводимая цифра. Но на сегодняшний день общее на все количество клинически значимых фистул у нас на все количество операций 8,2%. Мы считаем, что оно такое достаточно удовлетворительная цифра. Над снижением которой мы, конечно, работаем, ну вот видите, на последние 86,7%. То, что касается летальности. Ну вот это общее количество осложнений. В принципе, общая цифра, наверное, на меньше 30% выглядит достаточно удовлетворительной. То, что касается летальности. Вот у нас 6,1% на сегодняшний день. Могу сказать, что мы это сейчас подробнейшим образом анализируем. У нас было несколько случаев летальности в первые сутки. Были точно пациенты, которых, наверное, вообще не нужно было оперировать. В силу коморбидности, распространенности процесса. Но цифра, как вы видите, тоже соответствует средним. Мы там достаточно сложно достичь все-таки 1%. Но мы, как у Камерона, да, но мы к этому стремимся. И сейчас еще раз говорю, проводится такая большая работа по анализу летальности. Там есть системные факторы какие-то. Мы над ними их анализируем, над ними работаем. Но это вот результаты по венозным резекциям, которые лапароскопическим образом доступом выполнялись. У нас их количество, на самом деле, вот как-то мы одно время начали, сейчас снижается. Потому что стали при погранично-резиктабельных опухолях на неодиуантную терапию больных направлять. И как-то нельзя сказать, что много из них возвращаются с этого при погранично-резиктабельных именно опухолях. Ну, вы видите, результаты, в принципе, они на экране. Опять же, нуждаются в анализе летальные случаи. У нас два больных, один погиб в первые сутки. От системных, там, таких сердечно-сосудистых осложнений. Ну, а второй, на фоне резекции, там были такие сложные нарушения. Вот это совсем недавно произошло. Тоже, ну, анализируем. Не думаю, что связано это с лапароскопическим доступом. Хотя, может быть, если бы мы сразу открыто начали, чуть попыстрее бы, чуть меньше было бы времени шемей, которое не было запредельным. Может быть, это тоже какой-то роль сыграло. То, что касается пятилетней выживаемости. Вот на сегодняшний день вы видите у нас при раке головки пожилой железы, какое количество пациентов проанализировано. И получается 24% пятилетняя выживаемость, что, на наш взгляд, ну, так совпадает с теми данными, которые публикуются. И вы видите, что в значительной степени недоступ влияет на эти цифры о наличии или отсутствии адюантной химиотерапии, отсутствии или наличии или отсутствии поражения регионарных лимфоузлов. Ну, и при раке большого дуального соска – это вот тоже цифра пятилетней выживаемости. На нашем материале, вот видите, больше 50%. Вот вчерашний случай, о котором мы говорили, мы его не стали оперировать. Мы только вот просто разговаривали с кем-то из хирургов, обсуждали, кто-то говорит, что стали бы. Но мы все-таки в этом плане считаем, что, наверное, не нужно, если есть метастетическое поражение течени при раке большого дуального соска. Наверное, все-таки таких больных лучше пытаться как-то начать лечить. Ну, и, конечно, лапароскопическая хирургия развивается. И весь вопрос, который сейчас вот на мировых съездах и каких-то встречах обсуждается – это как безопасно научить. Потому что это вот, по мнению, это в свое время Майкл Кендрик как-то сказал, главное – преодолеть первые 30. Наш опыт показывает тоже, что первые 30 самые такие сложные. Но на наш взгляд это должна быть хирургическая бригада. Это, ну, вот мы просто наш опыт показываем, из трех хирургов и больше никто на первое время. И обязательно должен быть опыт и в открытой хирургии, то есть, в принципе, хирургии этой зоны, и в лапароскопической технике выполнения операций. Но вот у нас это была бригада, все знают, Виктор Викторович, который большим опытом этой хирургии обладает, Виктор Викторович Сверкун. И какие-то навыки лапароскопические, наверное, у нас были. Первую венозную резекцию мы выполнили после 50 операций. Отдельные этапы начал ассистент выполнять где-то вот после 70. И первую операцию, вот после общего опыта 80, Роман Евгеньевич выполнил самостоятельно. На сегодняшний день у нас трехирурга, еще Олег Сергеевич Васнев выполняет такие операции. И вот что-то 5 ассистентов написано, старые данные, наверное, человек 7-8. По большому счету, я уже все время говорю об этом, мне достаточно равнозначно, кто из них помогает сегодня. Потому что все они могут не теряться даже в самых сложных ситуациях. Не буду подробно на этом слайде оставить, все понятно. Тут должна быть лапароскопия вместе с опытом генопанкреатобилярной зоны. Одновременно здесь вот уже ренозная резекция, мне кажется, плюс 1 тоже можно написать, да, Роман Евгеньевич? Были у вас какие-то, по-моему, тоже уже резекции во время операции. Ну и нам кажется, что вот если разбить наш опыт, то еще раз, первые 30 – это такое преодоление сложности первые 30 операций. Потом идет стандартизация техники, и после где-то 80 нам кажется, что вот в нашем, в нашей клинике эта операция получилась стандартизирована, и дальше можно бесконечно в этом совершенствоваться. Но, безусловно, главный принцип – это безопасность. И в этом плане, конечно, эти операции должны выполняться как и открытые, так и лапароскопические, тем более в высокопотоковых центрах. И, конечно, эта помощь таким вот высокотехнологичным способом, таким больным, должна быть максимально централизованной. У нас есть, просто хочу сказать, такие, мы организуем индивидуальные курсы, можно к нам приехать специально под бригаду. У нас были бригады из Европы, из Республики СНГ, из российских каких-то городов. Трехдневная программа, когда мы просто собираем какое-то количество пациентов и подряд их оперируем, и можно хорошо посмотреть. Ну и сайт у нас работает вот такой дистанционный. Все приглашаются, будем рады, если можем быть чем-то полезным. Спасибо. Большое спасибо за интересное сообщение. Такое содержательное по количественным показателям, по анализу. Пожалуйста, можно задать вопрос. Пожалуйста. У нас есть микрофон? Лучше для иностранных коллег. Ваши полный обзор. У меня до второго вопроса. Все-таки, в чем, на ваш взгляд, преимущество паскотической панкреады в данной резинции? В более комфортном раннем послеоперационном периоде. Помимо этого, есть и преимущества. Дальше, главное, чтобы недостатков не было. Какие еще могут быть преимущества? Это меньшая кровопотеря, ранняя выписка, лучшая реабилитация. Если это так, и нет провала в отдаленных результатах, то это хорошая операция. Вряд ли можно ожидать улучшения отдаленных результатов от применения лобороскопической техники. Мы все это прекрасно понимаем, хотя в литературе есть работы, которые говорят, что если с меньшей кровопотерей, то, может быть, отдаленные результаты лучше. Но это так сложно доказуемо, как мне кажется. Поэтому ответ такой. Если бы вы, продолжение, не является ли препятствием более высокое количество осложнений и, к сожалению, летальности на этапе освоения? Чем открытые операции? Спасибо. Ну, конечно, если оно происходит, оно является. Но мы говорим, что оно происходит в малопотоковых центрах и прием, может быть, не очень правильно в начале освоения. Вот нам, ну, где-то, может быть, не знаю, повезло в начальных этапах. Мы очень аккуратно к этому подходили, хотя мы особенно больных не отбирали в начале. Но вот это вот наличие бригады, состоящей из очень опытного хирурга в гепанкреатобилиарной зоне, наличие, наверное, каких-то навыков, позволило избежать многих осложнений. Поэтому у нас этого не было всплеска. Но этот всплеск отмечается абсолютно право. Он подтвержден вот этим «Леопард-2» исследованием. Он отмечается в некоторых клиниках в Соединенных Штатах. Они говорят вот в этой статье, в одной из статей, которую я цитировал, там есть, что увеличивающийся уровень именно летальности при начальных этапах освоения. Именно поэтому мы говорим, что эта операция, ну, это по данным литературы, позволяет достичь лучшего раннего послеоперационного периода с меньшим количеством, там, не знаю, осложнений, каких-то проблем и так далее. Но внедрять ее нужно очень аккуратно, и мы не говорим, что ее надо тиражировать как холецистектомию или как дистальная резекция поджелудочной железы, потому что там, конечно, преимущества более явные и более легко достижимы. Продолжение следует...